Президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин договорились в среду возобновить межвоенные связи и работать над ограничением производства фентанила. Их вторые в истории переговоры прошли на саммите ОТЭС в пригороде Сан-Франциско. Байден и Си условились, что Китай будет препятствовать экспорту товаров, связанных с производством опиоида фентанила. Его считают основной причиной передозировок наркотиками в Соединённых Штатах. «Фентаниловые химические ингредиенты и сырьё для таблеток поставляются без контроля. Некоторые из этих веществ добавляют в другие наркотики, например, в кокаин. Много людей умирает. США от фентанила умирает больше людей в возрасте от 18 до 49 лет, чем от огнестрельного оружия, автомобильных аварий или по какой-либо другой причине». При этом Байден заявил, что не изменил своё мнение и что глава Китая Си Цзиньпин – фактически диктатор. «Господин президент, после сегодняшней встречи вы всё ещё будете называть Цзиньпин диктатором? Этот термин вы использовали ранее в этом году». «Но он и есть диктатор. Но в том смысле, что он человек, который управляет коммунистической страной. Его форма правления полностью отличается от нашей». Возле отеля, где проходила встреча Байдена и Си, главу китайской компартии тоже называли диктатором. Здесь собрались как протестующие против визита Си, так и сторонники Пекина. Один демонстрант, облачённый во флаг свободного Тибета, взобрался на флагшток перед отелем. Также были те, кто требовал свободы для Гонконга. Тема нынешнего саммита ОТЭС – создание устойчивого будущего для всех. Альянс включает 21 экономику мира, в числе которых Гонконг и Тайвань.